ВПН это выход. По опыту Китая заблокировать полностью ВПН невозможно. Часть ВПНов уже отвалилась. Стоит ли пользоваться бесплатным ВПН? Такие операторы действительно не чисты на руку, пользуются трафиком. В России не будет работать даже с ВПНом Инстаграм. Бесплатно попользовался, понравилось платить денежку. Крипта это все-таки более закрытый способ для простого обывателя. Сильный ищет возможности, слабый ищет отговорки. Ну что, ребята, а у нас новый выпуск. Ну а как вы уже успели заметить, IT-проектов и вообще IT-бизнеса на нашем канале становится больше. Я всем вам советую не только смотреть в товарку, а также смотреть в IT-сектор, потому что это бизнес, который не привязывает вас к локации. И если вдруг что-то происходит, у вас всегда будет кусок хлеба, на котором вы сможете жить, а может быть даже и неплохо жить и развиваться в любой стране мира. IT-специалисты всегда, везде ценны. Сегодняшняя наша тема будет посвящена ВПНам, последним изменениям в законодательстве. Что будет с Ютубом, что будет с Инстаграмом и какие последствия изменения законодательства нас ждут в будущем. Приветствую. Привет. Давай ребятам расскажем про то, что такое ВПН, для чего оно нужно, откуда вообще это зародилось, и самое главное, что будет с Ютубом и Инстаграмом, и есть ли шансы, что его полностью отключат в России. Или отключат, как правильно. Отключат или отключат. Профилологов спросим. Ну, никому не секрет, да, ни для кого не секрет, что есть сети, которые позволили вывести мир на новые рельсы. Информационные технологии прогрессивно стали развиваться благодаря информации, тому, что люди стали друг с другом взаимодействовать благодаря сетям. Появился интернет. Долгое время в России интернет из-за плохих каналов связи был не очень, но сейчас Россия одна из мировых стран, одна из лидеров мировых стран по качеству интернет-соединения. Ну так вот, ВПН фактически разработали и придумали для того, чтобы в корпоративном секторе использовать связь между компьютерами в одной ферме, которые разделены расстоянием. Традиционно, да, если мы говорим, что в компании есть какой-то набор компьютеров и серверов, и они находятся на одной локации, то они связаны с физическими проводами друг с другом, и друг с другом производят обмен информацией. Но все чаще мир становится таким, что компьютеры разделены расстоянием, сервера разделены расстоянием, но остается необходимость передавать информацию внутри своей компании по зашифрованным каналам связи. И вот ВПН фактически это технология, которая позволяет передавать данные между компьютерами, разделенными расстоянием. То есть даже сама как бы аббревиатура расшифровывать, Virtual Private Network, виртуальная частная сеть. То есть на базе публичного интернета сделаны специальные надстройки, которые позволяют компьютерам думать, что они находятся в локальной сети. И трафик гонять, используя интернет-канал провайдеров, но шифруя так, что провайдер не понимает, что за трафик гонится между этими серверами, компьютерами. А почему он не понимает? Что? Почему он не понимает? Происходит шифровка данных на узлах передач. То есть благодаря программным или программно-аппаратным комплексам трафик шифруется. И фактически происходит пересылка уже шифрованного трафика. И провайдер, несмотря на то, что участвует в передаче данных, предоставляя свои каналы интернета, он не понимает, что за трафик идет. То есть примерно по структуре трафика, по объемам трафика может примерно догадываться, но расшифровать трафик не может. Инстаграм, Телеграм и Ютуб. Что нас ждет в будущем? С Инстаграмом мы уже все увидели, что его частично заблокировали. Интересен лично для меня, я думаю, и для аудитории вопрос, как это происходит и какие есть рычаги, например, полной блокировки Инстаграма, что даже ВПН не поможет. Ну, фактически тенденция такая. Руководство страны нашей хочет управлять любыми СМИ и медиа, которые в нашем пространстве, в российском, существуют. И если в этих сайтах, соцсетях происходит обмен информацией, дискредитирующей нашу власть или направленной на какие-то экстремизм, подрыв власти и прочие вещи, то руководство, естественно, такие сайты хочет блокировать. Соответственно, мы знаем, что произошло. То есть, вот Телеграм был заблокирован, потом нашли правительство, Роскомнадзор нашли взаимодействие, точки соприкосновения с владельцами Телеграма и его разблокировали. Сейчас заблокирован Инстаграм и, возможно, блокировка других ресурсов компании Мета. Это Facebook и YouTube. Фактически причина проста, то, что в этих каналах есть та информация, которая не угодна. Скажем, просто удалили канал Соловьева, поэтому им это не понравилось. Ну, причины разные, скажем так. То есть, считают... Как Россия может жить без Соловьева? Руководство считает, что владельцы этих продуктов нарушают российское законодательство. Что, в принципе, отчасти, наверное, действительно так и есть. Потому что нарушают они, наверное, права отдельных категорий граждан. И публикуют информацию, которая, ну, действительно, наверное, дискредитирует кого-то. Соответственно, до недавнего времени же была какая ситуация? Что у компании Мета не было представительства в России, фактически. И правительство добивалось того, чтобы не только у компании Мета, а у всех крупных зарубежных интернет-ресурсов, начиная с определенного объема аудитории, которые пользуются этим ресурсом, в обязательном порядке, в обязательном порядке появился офис в России, тем самым этот офис обязан работать в правовом поле нашей страны. И тем самым наше правительство имеет право диктовать свои условия и, в принципе, блокировать эти ресурсы за нарушение российского законодательства. Что, в общем-то, и произошло с Инстаграмом? Ну, в Инстаграме публиковались материалы, наверное, не будем называть какие, которые вызвали диссонансы в публике. И, в общем-то, было сделано предупреждение компании Мета, и в дальнейшем была проведена блокировка. Соответственно, блокировка подразумевает, что Роскомнадзор запрещает не только на Инстаграм, но и на любые другие сайты, которые нарушают российское законодательство, пользователям, которые находятся на территории Российской Федерации, выходить и пользоваться этими ресурсами. Как раз вот для этого и были установлены вот эти коробочки после закона как бы Яровой. Фактически провайдер отслеживает все ресурсы, на которые любой человек, находящийся на территории Российской Федерации, заходит. Находимся там дома, открываем ноутбук, компьютер или телефон, выходим на какой-то сайт. Провайдер знает, на какой сайт мы заходим. Он эту информацию получает и у себя на этих устройствах производит блокировку этого трафика. Пользователь не получает информацию с этих ресурсов. Ресурсы продолжают работать, но пользователь к ним не может обращаться. То есть пользователь отправляет запрос, а этот запрос блокируется? Этот запрос блокируется, да, совершенно верно. Хорошо, у меня вопрос. Инстаграм. С офиса, с дома, с обычного проводного интернета мы всегда можем в него сейчас попасть. Хоть он и заблокирован. С мобильного устройства? Нет. И еще один нюанс, что с телефона, это, кстати, эксперимент, я обратил внимание только вчера. С телефона я могу через домашнюю сеть, ну, через домашний интернет, попасть в инстаграм, а с компьютера не могу. С чем это связано? Дело в том, что заблокировать любой ресурс не очень просто. Во-первых, существует множество провайдеров, у которых технологии блокировки разные. Во-вторых, надо понимать, что любой современный ресурс с большим количеством пользователей, с большим количеством посетителей, это не один сервер, это множество серверов, находящихся, ну, скажем так, в крупных дата-центрах, в крупных цонах и разбросанные по миру. И для того, чтобы заблокировать полностью ресурс, надо заблокировать все возможные ресурсы, на которых работает инстаграм. Так устроена маршрутизация, что часть пользователей, заходя в инстаграм, заходит на одни сервера, часть пользователей на другие. Выстраивают провайдеры, маршруты по-разному. И вот даже когда была блокировка телеграма, долгое время не могли его заблокировать. И при попытке заблокировать начинались блокировки других ресурсов, серверов Амазона. Потому что... У нас в России все так происходит. Ну, это технология такая, да. То есть, сложно заблокировать по IP-адресу какой-то ресурс. Нужно найти какую-то технологию, которая четко идентифицирует этот трафик именно от этого ресурса. И именно этот трафик блокирует, а другие нет. Ведь если мы вместе с инстаграмом заблокируем еще что-то, то мы нарушим права того другого приложения, которое легально существует на территории нашей страны. Ну, так у нас же в России так и происходят блокировки. Это ни для кого не секрет. Многие айтишники про это и говорят, что хотят заблокировать один ресурс. Они просто блокируют, не думая, а потом видят, что у них там часть еще ресурсов просто отрезана. И уже начинают разбираться. Совершенно верно. И поэтому у мобильных операторов происходит блокировка инстаграма по мобильному трафику более эффективно. А у домашних операторов есть проблемы с блокировкой. При этом у кого-то блокируются вполне себе нормально, а у кого-то не очень. При этом, добавлю, мы недавно заметили похожую историю только не из инстаграма, а с ватсапа. То есть, несколько дней на телефоне ватсап работал без VPN, а на компьютере от провайдера, от одного из провайдеров он не работал. Вполне возможно, как раз это связано с попытками заблокировать инстаграм, заодно и паровозом заблокировали ватсап. Твое мнение, то, что сейчас работает инстаграм от интернета домашнего, либо офисного, это временно или это фактор, в принципе, мы с этим будем жить? Я думаю, что там же тоже люди не глупые сидят, и они технологию свою развивают. Я думаю, что они научатся блокировать рано или поздно, в конце концов, примут задолженное, что паровозом кого-нибудь заблокируют, и ничего страшного. В свете последних событий, я думаю, что если вместе с инстаграмом параллельно что-то еще заблокируется, на это никто особо обращать внимание не будет. Поэтому мне кажется, что технологию отточат и научатся эффективно блокировать вот такие вот гигантские сервисы, потому что мелкие сервисы, ну, типа вот торрент-трекеров, да, давно научились блокировать, и способ обхода постоянно смены IP-адресов, то есть те вот торрент-трекеры, которые продолжают существовать, они постоянно пытаются менять свои адреса, вот, и худо-бедно как-то существуют, да, но надо понимать, что количество таких IP-адресов, да, оно очень большое, заблокировать все невозможно. Заблокировали один, они перешли на другой. Поэтому, скажем так, легально заблокировать полностью инстаграм и другие сервисы, ну, точно не получится, вот, все равно какие-то, может быть, будут находиться, как бы там, ну, а тут опять вот нюанс такой, торрент-трекер, да, они специально уходят от легальной блокировки, инстаграм не уходит, то есть вполне возможно, что как раз вот инстаграм просто так научатся блокировать, но VPN это выход, и по опыту Китая, в Китае же какая ситуация? Ну, и в принципе с VPN, то есть VPN, любой провайдер, разрешая пользоваться заблокированными в России ресурсами, он тоже нарушает законодательство, и тоже есть риск того, что и этих VPN операторов начнут блокировать, и такой риск есть, особенно если этот VPN входит в реестр российского ПО, и зарегистрирована компания на территории Российской Федерации. Но сейчас уже мы видим то, что часть VPN уже отвалилась, они уже не работают. И это происходит потому, что работая в российской юрисдикции, они нарушают законодательство, позволяя заходить через свои сервера на заблокированные в России ресурсы. Это вполне справедливо, как раз для российских операторов. Ну, для российских компаний, которые предоставляют услуги VPN. Но по опыту Китая, то есть заблокировать полностью VPN невозможно. Вот сейчас мы столкнулись с тем, что заблокировали Инстаграм. С помощью VPN мы можем обойти эту блокировку. И Инстаграм продолжает на телефоне жить в должной жизни. Возможно ли какой-то другой метод блокировки, возможно, где-то кабель перерезать, что в России не будет работать даже с VPN на Инстаграм? Если только полная изоляция России от внешнего мира, ну, изоляция путем интернета. То есть, если полностью интернет будет заблокирован в России, то только такой метод позволит перестать пользоваться Инстаграмом через VPN. Дело в том, что технологии сама VPN она такова, что при наличии любого канала интернета можно на базе этого канала сделать вот эту частную приватную сеть с каким-то VPN-сервером, находящимся за пределами России. И тогда трафик до этого сервера нашими интернет-провайдерами он не может быть расшифрован. То есть, наши интернет-провайдеры будут думать, что мы заходим на этот какой-то удаленный сервер в какой-то стране. А что дальше происходит, куда мы выходим за пределами этого сервера, провайдер не знает. То есть, фактически, открывая сайт Инстаграма, мы перекачиваем интернет-трафик через тот сервер VPN, к которому подключаемся. А уже с него происходит передача с Инстаграмом и открытие Инстаграма у нас в браузере. То есть, иными словами, если у нас будет возможность выходить за пределы границы Российской Федерации в интернет, то VPN всегда будет работать. VPN — это некий сайт, назовем его сайт-сервер, как вот, например, Amazon. То есть, мы стучимся на Amazon и получаем оттуда информацию. Так же и VPN. То есть, грубо говоря, наш Инстаграм через VPN стучится на сервер VPN, например, в Америке. И уже с Америки с сервера происходит запрос дальше. И возвращается на сервер, и потом после сервера обратно на устройство. Да. Все так. И здесь и кроется большой риск. Дело в том, что, гоняя трафик через сторонний VPN-сервер, мы тем самым можем попасть в неприятную ситуацию, что нашим трафиком этот VPN-провайдер может воспользоваться. Ну, и это всевозможные взломы. Передачи мы же там в Инстаграм вводим логин и пароль. Это могут быть взломы аккаунтов. Это может быть сезонно. Продажа базы, слив любого трафика. И в этой связи как раз возникает вопрос, стоит ли пользоваться бесплатным VPN. Дело в том, что организация VPN-ов, а многие сейчас, ну, приложения, вот если там установить любое, там видно, что куча серверов по всему миру, там, да, в разных странах. Выбирай любое, через какую страну выходить. То есть, организация такого приложения, она даст довольно, ну, дорогостоящая для оператора, для провайдера этой услуги. И, соответственно, ну, наверняка он как-то монетизирует эту услугу. Да. Вполне логично и нормально, если он монетизирует, продавая эту услугу конечному пользователю. Если же услуга полностью бесплатна, тут вот возникают вопросы, а зачем благотворительность как бы этой компании? Да, то есть, большая вероятность того, что такие операторы, провайдеры этой услуги, ну, действительно, нечисты на руку, да, и пользуются трафиком. Правда, может быть, и такое часто есть сейчас во многих программах, что бесплатный разная ступень, есть? бесплатный как бы есть либо период использования, либо объем трафика, либо снижение скорости, но это как такая удочка, да, бесплатно попользовался, понравилось, а вот теперь как бы за нормальный канал плати денежку, вот. Сколько в среднем составляет абонентская плата за VPN сервер? Ну, вот, в зависимости от того, как пользоваться, да, то есть, опять я говорю, то есть, есть приложения на бесплатных тарифах, да, которые предоставляют возможность попользоваться VPN в таком в демо-режиме небольшой объем трафика погонять, если пользоваться полноценно, без снижения скорости, без ограничений по объему, ну, где-то от 200 рублей и выше. В месяц? В месяц, да. Ну, и то сейчас, вот, что касается зарубежных провайдеров, да, ну, все-таки, многие сейчас как раз стремятся именно зарубежными провайдерами пользоваться, потому что российских начали блокировать, да, я уже сказал причину, потому что российские фактически нарушают закон, законодательство, позволяя заходить на запрещенные в России сайты. Вот, если пользоваться зарубежными, здесь есть нюанс такой, что, во-первых, стоимость выросла из-за того, что курс доллара скаканул, во-вторых, есть сложность с оплатой, то есть сейчас те каналы, по которым принимались оплаты, PayPal, Apple Pay, Google Pay и любые другие, они в том числе из-за наложенных санкций блокируются. У нас, кстати, была тоже ситуация, так как у нас сервер находится за пределами Российской Федерации, и пришел платеж на сервер. И в этот момент, буквально там за несколько дней, у нас отключают оплату российскими картами. У нас, соответственно, весь сервер заблокировался, но выход мы нашли буквально в течение пяти минут. Крипта на данный момент это единственный вариант, чтобы заплатить за товар, за услугу, за рубежом. Я думаю так, что провайдеры этих услуг VPN, они не заинтересованы, ну или по крайней мере они сейчас не участвуют в том, чтобы накладывать санкции, у них сейчас большой рост трафика и востребованности происходит, соответственно, я думаю, что они найдут способ принятия денег. Ну вот у нас, в нашем случае, там можно оплатить прямо было криптой. Один из способов оплаты стояла крипта. Вот, но надо понимать, что крипта это все-таки более закрытый способ, да, для простого обывателя. Наш канал для этого и существует, чтобы открывать новые ниши и давать новые знания. Ребят, ну от себя я хочу сказать, что если вы будете смотреть наши выпуски через VPN, то монетизация будет идти по той стороне, с которой вы заходите. То есть, например, ставите VPN, выбираете страну США и вам будет осуществляться показ рекламы на английском языке. Соответственно, у нас будет идти монетизация. В России же сейчас монетизацию отключили и наш проект сейчас на данный момент можно назвать благотворительным. Поэтому ставьте VPN, будьте на связи. Ютубу, я думаю, что в обычном доступе осталось считанные недели, может быть, даже и дни. Смотрите за нашими выпусками, не пропускайте ценную информацию, растите вместе с нами и самое главное, всегда имейте положительный настрой. И моя любимая поговорка «Сильный ищет возможности, слабый ищет отговорки». Ну что, ребята, в общем, выпуску конец. Кто слушал, молодец. Надеюсь, данная информация была для вас полезна. Если вы вдруг желаете увидеть на нашем канале возможно выпуски про крипту, про какие-то другие бизнесы, всегда пишите об этом в комментариях. Комментарии я все читаю. Не на все успеваю отвечать, но со временем отвечаю на все комментарии. Будьте в курсе последних событий. Это бизнес-база, реальный бизнес в реальном формате. Спасибо, что нас навестил и поделился ценной и полезной информацией. Ну и заодно ребятам дали новый путь, чтобы они оставались на связи и не теряли из виду наш канал. Пока, ребята. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok